Большое спасибо, уважаемый господин министр, дорогой Игорь, коллеги. Мы сегодня провели очень содержательную встречу в президиуме, с тремя членами президиума Боснии и Герцеговины. И подробные переговоры с министром иностранных дел. Как сказал мой коллега, Россия твердо исходит из безальтернативности дейтанских соглашений. Поддерживаем суверенитет, территориальную целостность, независимость Боснии и Герцеговины и, конечно, конституционные полномочия двух ее интитетов и принцип равноправия трех конституционных народов. Мы поддерживаем суверенитет, территориальный инкредитет Боснии и Герцеговины. И в полностью поддерживаем уставные полномочия два интитета и три державотворных народа в Боснии и Герцеговине. Мы заинтересованы в том, чтобы результаты выборов, которые предстоят в Боснии и Герцеговине в следующем месяце, также опирались на эти принципы. Это будет способствовать консолидации всех боснийцев вокруг дейтанских принципов и в этом, я считаю, залог успешного развития боснийского государства. А то, что доприносит консолидации с их босанцами вокруг дейтанских принципов, я смотрю, да, что битый один великий допринос дали консолидации и живут у Боснии и Герцеговины. Мы высоко оцениваем подтвержденное сегодня всеми членами президиума и на переговорах здесь стремление укреплять сотрудничество с Российской Федерацией. В свою очередь, мы также заинтересованы в развитии сотрудничества с Боснией и Герцеговиной и с обоими ее интитетами. Мы высоко оценим оно, что с нами данное свое председание, что вы овдетоком разговора подтвердили заинтересованность и усмиренность на ячание сараньями с Русским Федерацией. Мы, со своей стороны, истус, мы заинтересованы в развитии сараньями с Боснией и Герцеговиной. У нас устойчиво растет товарооборот. Эта тенденция сопровождается, в частности, с существенным увеличением экспорта в Российскую Федерацию боснийских фруктов и овощей. Измежу наши две земли в сталном поросте и робно размена, а и та тенденция, если повечива, захвалючи сталном поросте, извоза у Русскую Федерацию, чьи овощи и поверчи из Боснии и Герцеговины. Реализуются крупные инвестиционные проекты по линии наших компаний за рубеж нефть, Сбербанк и других. Реализуются великие инвестиционные проекты по линии русских компаний, как и за рубеж нефть, Сбербанк и остальных компаний. В этом году Россия и Босния и Герцеговина отмечают 40-летие сотрудничества в газовой сфере. Ове годы на Руси и Босния и Герцеговина убележавают 40 годы на соратню в газовой сфере. Мы продолжаем бесперебойные поставки газа в Боснию и Герцеговину, причем Газпром, успешно взаимодействуют по двум отдельным контрактам, как с Республикой Сербской, так и с Федерацией. Мы наставим наши испоруки газа без билокос-проблема у Боснии и Герцеговину, и Газпром сараджует с Боснией и Герцеговином на основу два контракта, один с Республикой Сербской, другой с Федерацией. Отмечаем активизацию работы Межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, что способствует созданию дополнительных условий для наращивания объемов. И, значит, наглашаем активизацию Рада у окверу Межправительственной комиссии за торговинско-экономическую сарадню, и смотрим, что это создает дополнительные условия за активизацию и укупную сарадню. Традиционно плотные связи у нас в гуманитарной и культурной сфере. Традиционально богатые имамо связи в культерной и гуманитарной областях. Мы продолжаем выделять стипензии для граждан Боснии и Герцеговины, желающих обучаться в российских университетах, а число таких граждан растет, это нас радует. Мы наставляемся пракциям додаливания стипензии за государственные Боснии и Герцеговины, которые хотели, да, студируют русскими университетами, и порост того интересования ОВД в великом поле, обележавому порост, и нас то яко радует. У нас большие и хорошие перспективы в военно-мемориальных делах, это опирается на нашу историческую и духовную близость. Имамо яко добрые перспективы в военно-мемориалным питаниях, а то се заснива на нашей исторической и духовной близкости. Некоторые города Боснии и Герцеговины уже второй год подключаются к акции, которые в России проводятся 9 мая, это бессмертный полк. У нас очень неплохая договорно-правовая база, в этом году она пополнилась соглашениями о трудовой миграции и в сфере труда и занятости. Мы имамо яко богату уговорно-правную базу, и ове годы она се допунила с разумом о родной миграции и о сорадней области Рада и запошленности. Завершается работа над новыми документами, в том числе в сфере избежания двойного налогообложения, сотрудничества в области культуры, науки, образования, социального обеспечения, туризма. И при крае Рада над новыми документами, то есть избегавания дуплокопорезивания, сорадней области культуры и сорадней научно-технической области. И только что мы подписали план консультации между нашими министерствами на предстоящие два года, план предусматривает дальнейшее согласование наших подходов, обмен мнениями по ключевым международным вопросам, включая процессы в Европе, в Евроатлантике, взаимодействие в ООН, ОБСЕ, Совете Европы. Тай план подразумевал далее упорядживание наших приступов, наших ставок по найактуальним питаниям, включая че процессы в Европе, в Евроатлантике, в ООН, 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 ООН. Будут консультации и по проблемам Юго-Восточной Европы, включая Балканы, прежде всего. У нас очень близкие позиции. Только что мой коллега и друг сказал о необходимости соблюдать принципы, заложенные в резолюции 12.44 в отношении косовского регулирования. Мы приветствуем диалог между Белградом и Приштиной. Главное, чтобы то, о чем договариваются, в рамках этого диалога выполнялось. Мы также согласны в том, что все внешние игроки не должны создавать на Балканах каких-то конфронтационных ситуаций, и никто из этих внешних игроков не должен претендовать на то, что он контролирует Балкан и остальным сюда вход заказан. И мы согласны, что все спольные игроки на Балкану не требуют створить любые конфронтационные ситуации, и до неба ни одного спольных игроков смотрят, что сам он может додерегировать ситуацию на Балкану, а за остальным забраненулось. Наша страна тесно и продуктивно сотрудничала и с Евросоюзом, и с Соединенными Штатами, в том числе при согласовании Дейтанских соглашений. Я не вижу каких-либо причин, почему это сотрудничество должно сейчас подвергаться сомнению. Хочу в заключение поблагодарить наших хозяев, лично господина министра, за гостеприимство и приглашение посетить Боснию и Герцеговину. И на краю би хтео да захвалим нашим домачинам, а и лично господину министру, на позиву да посетим Босну и Герцеговину. Спасибо. Хвала. Хвала министрима. Отворам конференцију за питања. Ева, коллекция СИАЛу. Спасибо министрима. Открываю конференцију. Пажалу сте для вопросов. Слађена Шаревич, Бен Телевизија. Питања за министра Сергеја Лаврова. Слађена Шаревич, телевидение, вопрос для министра Лаврова. Многи се позивају у овој нашој изборној кампанији да имају подршку Русије у изборима. Да ли зланићна Русија има своје фаворите? Прије свега, мислим, на Републику Српску. У нас тут в рамках предвыборној кампанији очень многи пытајуца кићица якого существующе поддержка Росијска Федерација. Јесли у Росијска Федерација какие-то фаворите на этих выборах? Прежде всего я имеју ввиду Миларада Додик. Нашими фаворитами являются фавориты боснийских граждан, которые будут отдавать свои голоса за своих кандидатов. Ми имамо свој фаворити, те фаворити су люди, кои ёсу фаворити боснийских државлян, кои че дават и гласове за политичара. Мы никогда никому не советуем за кого голосовать, если реч ёдет о выборах в других странах. Ми никогда никому не препорућујемо за кого кода гласа, кад се раде у изборјем у другим земљама. И всегда будем уважати выбор боснийцов, и будем работать со всеми кому босници отдаду своји голоса. И ми ћемо увек поштовати избор босанца, и увек ћемо радити са оним којим даю своје поверение држављане Босни и Рцеговине. Молим вас, јуће сте добили отворено писмо од удружене грађана, групе грађана, који траже своја права, зову се Правда за Давида. Они су упутили и министру Црнатку, колико знам писмо, да вас замоли да пробате да им помогнете и да их посетите данас. Да ли сте упознати са тим писмима и дали знати, что за Дэшева? Вчера на ваше имя было направлено открытое письмо от объединения граждан, Правда за Давида. Такое же письмо поступило на имя министра Црнадака. Знакомы ли вы с содержанием этого письма? В нём вас просят помочь. Знакомы ли вы с содержанием этого письма? И что вы могли бы сказать по этому опросу? Мы вчера прилетели сюда в 2 часа ночи. Ночи смудопутовали ОВДУ 2 после полночи? Я с этим письмом не успел ознакомиться. Мне только Игор сказал, что такое письмо поступило на его имя и на моё имя. Так вот, да, я одноставно не смогу, чтобы я упознаю с этим письмом. Мне его сад Игор сказал, да, такое письмо и на моё имя, и на негово имя. Поэтому мне сначала нужно его прочитать. Так вот, да, первым можем да го прочитам. Ако я могу само... Только если позволите, я добавлю. Да, да, додам, с обзором, да и мене деломично было питание Путина. Ну, я добавлю, потому что и меня тоже, эта вопроска садится на моём тоже поступила. Да, я сам, наравно, премио позив группе Правда за Давиду коллеги Лаврову. Ради се о догадаже који је привукао велику пађу у Републици Српској и... Већина јуди тамо искрено желе да се то питање реши, али, у сваком случају, мислим, да е веома тешко постичи да колега Лавров буде вечерас тамо, не због нега, него због протокола кој постоју у Банја Луци. И я сам захвалан, што је отлучу да се упознаўся у Вимпита. Конечно, я передал колеге Лаврову приглашение участвовать во встрече с представителями этого движения. Это очень серьёзная ситуация, ей уделяют большое внимание в Республике Српској. И, конечно, люди искренне хотят, чтобы эта ситуация разрешилась. Но тут, к сожалению, очень тяжело вписать такую возможную встречу вечером не из-за каких-то проблем, а просто протокольного расписания министра Лаврова. Это было бы легче сделать, если бы письмо пришло не вчера ночью, а хотя бы несколько дней пораньше. То би било многое одноставне да се уради, как би то письмо стигло не ночи, с него барам неколико дану напред. Спасибо. Наср Хасанин, российский телеканал Раштудэй. Сергей Викторович, сирийская оппозиция считает, что соглашение, подписанное господином Путином и Ордоганом о создании деминизованной зоны Бетлиб, оно положило конец мечте президента Башара Асад о полном контроле над своей территорией. Действительно ли это соглашение не имеет временные рамки, хотя об этом Дамаск постоянно заявляет? И второй вопрос, если вам не трудно, прокомментируйте, пожалуйста, последние санкции США против России. Какие меры Москва будет предпринят в ответ на давление на странах-заказчиках системы С-400? Господин министр, разрешите вам? Извините, можно я переведу первую часть хотя бы? Значит, председник телевизии Russia Today, первое деба питания за министра Лаврова. Сирийская оппозиция сматра, да с поразмом, кое подписывал председник Путин по Сирии с Ордоганом, оно затвара пут за сан Асада, за пуноправно власт на целом территорием Сирии. И дали заиста сматрите, да тая с поразмом, нема некаких временских оквера. И другое питание ввезено за новые санкции Соединенных Амерических Државов против Руси, как лучше Руси реагируете. Давайте встать. И господин министр, к вам вопрос. По разным данным в рядах террористических организаций в Сирии воюют очень много выходцев из Боснии. Имеется ли у вас данные о их количестве и какие меры будете предпринимать против них, когда они возвращаются на родину? Спасибо. И другое питание за министра Ценадака. Ценадака, значит, пункт все говорит о том, что в рядах террористов в Сирии ратуют люди, которые с поразмом из Боснии. Дали вы имаете некие податки о них обморке? И как вы меряете предпринимать, когда будут эти люди врачи или кучи? Что касается оценок, которые высказывает сирийская оппозиция, то эти оценки не могут нами трактоваться как отвечающие задачи уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии, которые закреплены в резолюции Сайта безопасности ООН. Главная угроза территориальной целостности Сирии исходит из восточных районов страны, с восточного берега Ефрата, где при прямом контроле Соединенных Штатов Америки по сути дела создаются независимые автономные структуры. Основное предназа территориальной интегритет Сирии полоза из источных районов земли, а уствори соисточные облы реки Ефрат, где директно контролем страны Среди Америки формировались независные самостальные органы, которые там упустят. И мы будем наставить на том, чтобы эта неправомерная деятельность была прекращена. Говорим об этом постоянно и напрямую американцам и в Совете безопасности ООН. И мы будем отражать, чтобы эта незаконная деятельность была зауставлена. Мы о том и директно говорим устанавливаем американцам, а и в Совете безопасности ООН. Что касается российско-турецкой договоренности по Идлебу, то она направлена прежде всего на искоренение террористической угрозы. Это, безусловно, промежуточный шаг, потому что создается всего лишь демилитаризованная зона. Но шаг необходимый, потому что создание такой зоны позволит предотвратить продолжающие случаи обстрелов из зоны деэскалации Идлеб по позициям сирийских войск и по российской военной базе в Хмимине. Но этот шаг необходимый, потому что создание этой зоны помогает ситуацию осуществления всей этой территории от путь на позициям и сирийских войск, а и русских военной базы в Хмиме. На середине октября все джабхаты Нусровцы должны выйти из этой демилитаризованной зоны. Слушали smo обречене русского шефа-дипломатии Сергея Лаврова у Сарайеву и то након састанка с министроманских послова Босне и Херцеговине и након састанка с државным председништвом. Измеđу осталось, Сергея Лаврова поручила да Руси сматра да дейтонски споразум нема alternативу, те да Руси подпуно подржава территориални integrитет и суверенитет Босне и Херцеговине, те да яко цијене усмјереност на јаћање сарадње с Русијом у Босни и Херцеговини.